Добрый день, с вами Неля Мурашкина. Сегодня поговорим о пассифлоре, о ее зимовке. Меня под разными видео, причем не пассифлорной тематике, спрашивают, жива ли пассифлора, как себя чувствует, если жива. Показываю, ну вот за окнами снег мы видим, да. А у нас тут пассифлора очень даже хорошо выглядит. В этом году ей повезло, у нее есть освещение дополнительное. То есть в прошлом году у нее не было подсветки, и она страдала очень сильно, сбрасывала листву. Так растение само себя, ну сберегает, зачем ему листва, если света нет. Из-за обстрелов у нас не было электроэнергии очень часто, поэтому были исключены всякие досветки. В позапрошлом году, хочу вам сказать, что, не, еще в довоенное время мы жили в другой квартире, и там был другой балкон, более прохладный. Там она тоже сбрасывала листву, и там тоже не было досветки. То есть для пассифлоры все-таки оптимально, чтобы был такой прохладный подоконник, но не очень. Вот у нас на подоконнике 18, может быть и 15, но когда уже в районе 5, она, конечно, будет сбрасывать листву. Растения чувствуют зиму, и это как бы ее своеобразный период покоя. Если же у вас пассифлора стоит на подоконнике именно в комнате, то, скорее всего, что она очень сильно страдает от сухого теплого воздуха, потому что обычно под окном стоит батарея. И второе, опять-таки, недостаток света. И вот когда еще и сухой воздух, вот этот, то развиваются паутинные клещи. Тогда пассифлора очень быстро, буквально за неделю, может сбросить всю листву и не восстановиться. В зимний период тоже нужно быть очень внимательным с поливом, потому что если вы перельете, и у вас прохладно, то корни сгниют. Спасение только одно – зачеренковать верхушки пока еще здоровые. Если же у вас пассифлора, наоборот, стоит в жарком воздухе, и вы ее не долили, при этом пропустили неделю поливов, то она может просто усохнуть от недолива. Так, спрашивают, в каком горшке я ее содержу. Вот смотрите, это, в принципе, глазированная глина. Это значение не имеет, потому что если мы посадим ее в пластик, эффект будет точно такой же. Глина глазированная не дышит. Так, значит, здесь объем небольшой, ну не больше двух литров точно, я даже думаю, что до двух литров. Там, естественно, выбивается корневая система из дренажного отверстия и пытается напиться из поддона. Сейчас мы заглянем, кстати, в поддон. Так, что мы видим? Беленькие корешочки – это свеженькие, которые развиваются, растут. Более темная мочка – это старенькие корешочки. И если вам видно, я это вижу. Ну-ка, 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 ну, фокусируйся. Вот на корневище развивается побег. Причем уже видно, что это рассеченные листочки. Пассифлору часто продают именно корневищами. Теперь мы видим вот четко почему. Больший объем не могу позволить ей, потому что на подоконнике мало места. Но весной я таки планирую ее перевалить чуть-чуть большенький горшочек, потому что для вот такой копны побегов непременно нужен объем побольше. Но и сильно не могу дать, в связи с тем, что она и так очень развивается активно. Побеги все время куда-то лезут. Если не зашел день-два на балкон, все, она уже куда-то там залезла, зацепилась. На все цепляется абсолютно. Ну, такое растение неприхотливое. Так, то, ну вот у меня такая зимовка. Не скажу, что прохладная, но и не теплая, как в квартире. Для пассифлоры это оптимально. Такую пассифлору можно высаживать и в открытый грунт, но затем ее нужно забирать. В принципе, до войны я покупала черенки пассифлоры съедобной маракуйи и планировала ее высадить в открытый грунт. Но пока мы были в отъезде три месяца, то черенки засохли. Пассифлора очень легко черенкуется, быстро развивается. Вот вам примерчик. Это черенок этого года. Весной была зачеренкована, выросла. Я ее поставила для украшения интерьера внутренней стенки балкона. И видите, побеги очень худенькие такие. Ну, в принципе, я ее выставила на более такое комфортное содержание. Там и лампа есть, и на подоконнике. Ну, то есть на полке у окна, то ей будет получше. Так, она с июня и по сентябрь у меня цветет. Выпускает буквально каждый день цветочек. Бывало и два, и три. И это, конечно, очень радует. Она цветет недолго, буквально день. Поэтому, казалось бы, что зачем ее содержать. Но цветет она постоянно. Она развивает бутоны на концах растущих побегов. И поэтому цветет беспрестанно. Потому что растение цветет, растет все время. Поэтому и побеги получаются в бутонах. Вот зимой у меня первый раз. Я вот вижу такое, что бутоны есть. Видите, на вот этих вот побегах. И вот здесь бутончики тоже есть. Что не может не радовать. Ну, будем ждать. Может, зацветет. Если освещения хватит, то да, зацветет. Подкармливать я ее, безусловно, подкармливаю. Потому что вот такая копычка листьев нуждается в питании. А цветы, тем более, покупаю любое удобрение для цветущих растений. И в большой доле разведения, то есть, если колпачок рассчитан, допустим, на 2 литра, я развожу в 4 литрах колпачок. И удобряю с каждым поливом. Так я удобряю, в принципе, все свои растения. Поэтому они хорошо себя чувствуют. Ну, наверное, я ответила на все ваши вопросы. Если еще что-то не осветило, спрашивайте в комментариях. Буду отвечать. А у кого есть опыт выращивания пассифлоры, то, пожалуйста, делитесь. Буду рада услышать для себя что-то новенькое. Продолжение следует...